Меня зовут Елена Млечко, я преподаватель Центра компьютерного обучения «Специалист» по пользовательским курсам 1С. У нас сегодня небольшой такой семинар на тему оформления отпуска по уходу за ребенком и как оформить выход из отпуска по уходу за ребенком. Давайте все по порядку. Отпуск по уходу за ребенком в программе может быть оформлен в частности или из раздела кадра или из раздела зарплата. Суть от этого не меняется. Ну, в частности, я в первую очередь начну с чего? С того, что мне требуется как раз оформить отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, я открываю журнал и создаю новый документ. Отпуск по уходу за ребенком. Месяц. Ну, вот у меня некая такая учебная база, где, в общем-то, ращенный период сейчас июль, поэтому месяц июль меня вполне устраивает. Дата отпуска, ну, к примеру, 8 июля. И в отпуск пойдет сотрудник, коробочка Анастасия Петровна. Ну, Анастасия Петровна, Анастасия Петровна, она у нас в учебной базе женщина уже в возрасте. Так что будет она сидеть, например, с внуком или с внучкой. Благо, в настоящий момент бабушки и дедушки у нас с вами, если помните, тоже имели право взять отпуск по уходу за ребенком. Что для нас с вами актуально? Ну, просто, чтобы говорить порядок исполнения, возьмем так чисто гипотетические условия, что, к примеру, ребенок, с которым будет сидеть Анастасия Петровна, родился, Анастасия Петровна, родился, скажем, 1 февраля 2015 года. Что для нас важно? Дата начала, дата начала отпуска, 8 июля. Дата окончания, это имеется в виду дата достижения ребенка, в частности, 3 лет. То есть, если ребенок родился 1 февраля 2015 года, то 3 года ему будет исполняться 1 февраля 2018 года. Если мы с вами на это время хотим иметь возможность кого-то принять по срочному договору, то обязательно ставим флажок «Освободить ставку на период отпуска». Дальше мы методично заполняем закладку «По особи», то есть в частности. «По особи до полутора лет ставится флаг и выплачивать «По», указываем дату достижения ребенком, полутора лет. То есть это получается в моем случае 1 августа 2016 года. Количество детей 1. Если это первенец, то ставится флажок «Это первый ребенок». Если сотрудник проработал в нашей организации менее 2 лет, то тогда ставится флажочек «Учитывать заработок предыдущих страхователей». И вот в данном конкретном случае на что стоит обратить внимание. Вот у меня, например, четко видно, что программы пересчитывают сумму по Анастасии Петровне, поскольку по ней введены справки из предыдущих мест работы. И проверить это быстрее всего и проще, каким образом. Карандашик зелененький, если вы нажмете. Вот кнопочка с зеленым карандашиком. Карандашиком она открывает как раз нам с вами, что окошечко ввод данных для расчета среднего. И вот мы с вами видим, что вот у нее в частности введена сумма за 2013 год и есть некая сумма за 2014. А если в той базе, что вы, вы выберете сотрудника, поменяйте, знаете, на кого? Ну, сейчас скажу, там справочки по ванну, вводились по булочке, ну, если мне поизменяют. Или по той же карандашке. Проверить справки можно как? Помните, заглянуть в частности, например, в раздел «Зарплата», второй столбик, смотри, там есть справки для расчета по особе. Просто посмотрите, по кому-то вы видели. Вы видели? Ну, не просто поменяйте. Тогда вот у вас будет возможность посмотреть. Так, что для нас с вами еще важно? Для нас с вами важно помнить о том, что в частности, в частности, до трех лет за счет работодателя выплачивается пособие в размере 50 рублей. То есть ставится флажочек «Выплачивать по» и указывается дата достижения ребенком трех лет. Это 1 февраля 2018 года в моем примере. Ну, и еще что интересного. По сути, по сути, вот мы с вами отпуск по уходу за ребенком, когда оформляем, мы можем еще добавить в нижней части флажок «Рассчитать зарплату за июль». «Рассчитать зарплату за июль». В этом случае, обратите внимание, появятся отдельные закладочки оплаты труда, удержания и прочее. Появились? То есть, что у нас с вами получается? Если выплата будет осуществляться в межрасчетный период, не с зарплатой, а именно в межрасчетный период, то можно поставить флажочек «Рассчитать зарплату за такой-то месяц». В этом случае автоматически меняется форма документа, то есть появляются новые закладки. Давайте смотреть, что она нам вообще предлагает. В частности, закладочка «Начисление». В любом случае она присутствует. И по умолчанию стоит флаг «Не начислять зарплату и не выплачивать аванс». И программа что делает? Она прекращает начисление оплаты по окладу. Она его прекращает. Но если я скажу, что мне необходимо рассчитать еще и зарплату за период, то тогда мне нужно будет, чтобы программа, программа в частности, показала, что вот у меня будет оплата труда за период, у меня будет какой-то МДФЛ, взносы и прочее. Но вот в моем конкретном случае сейчас просто-напросто пока документ пустой, потому что у меня начислена уже зарплата в этой базе за июль месяц. Но если я просто для чистоты эксперимента очищу этот документ, то вот сейчас можно будет посмотреть, что будет происходить. Что будет происходить в этой жизни. В частности, дата выплаты. Ну, пускай тоже будет 8 июля. И программа уже будет мне учитывать все вот эти вот моменты. И давайте-ка посмотрим, в частности, что нас будет интересовать. Когда мы с вами, когда мы с вами говорим о том, что у нас отпуск по уходу за ребенком. Что актуально в этой жизни, конечно. Что актуально в этой жизни. Во-первых, определиться с тем, как будет идти расчет зарплаты. То есть, то ли у нас с вами действительно будет межрасчетная выплата, то ли у нас с вами будет в частности выплата идти в документе по начислению зарплаты. Но я вот сброшу расчет зарплаты за июль по одной простой причине. Мне важно, чтобы сейчас все просто было отдельно и ничего не мешало нам с вами проверить то, что делает программа. Вот отпуск по уходу за ребенком. Когда мы его с вами заполнили. Что мы можем с вами сделать? Ну, в частности, мы можем распечатать формочку Т6. Формочку Т6. Форму Т6. Вот она. Бухгалтер-коробочка Анастасия Петровна. И приказ по форме Т6. Ну и плюс еще я могу распечатать расчет среднего заработка. Помните, если кнопку печать не видите, через кнопку еще. Еще, печать и так далее. Вот он расчет среднего. Получилось? Так. Что у нас с вами дальше? Ну, собственно, я вот провожу документ. И в дальнейшем получается постановка вопроса КГ. Начисление, в частности, пособие по уходу за ребенком, можно увидеть в документе по начислению зарплаты и взносов. То есть, если я сейчас вот в моем случае за июль документ перезаполню, то тогда у меня получается постановка вопроса следующего рода. Сейчас покажу. В частности, в частности, моя пресловутая госпожа Коробочка, которая ушла в отпуск по уходу за ребенком. Если я проверю закладку пособия, вот смотрите, программа посчитала пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Видите? И, соответственно, те самые пресловутые 50 рублей. Все это отражается на отдельной закладке пособия. На отдельной закладке пособия. При этом, при этом, что актуально? Давайте-ка для начала я открою табель за июль месяц и посмотрим, что у нас с вами наладится в табеле. И заодно обратите внимание, у меня там есть отдельно уже ранее мной был введен отпуск по уходу за ребенком на некую Сидорову. Ну, чтобы мы могли просто обсудить, что там есть такого любопытного. Табель. Напоминаю, это зарплатный отчет по умолчанию. То есть, это раздел зарплаты, отчеты по зарплате. И нас интересует табель по форме Т-13 за июль. Табель по форме Т-13 за июль. Ругается. К сожалению, да. Имеет место быть. Просто ошибка платформы. Она имеет место быть. Хорошо. Тогда сформулируем. Помимо табеля, можем посмотреть отчет, анализ зарплаты сотрудников в целом за период. В частности, в частности, здесь у нас с вами период, может быть, указан июль 2015 года. Если я сейчас сформирую отчет, то, соответственно, вот он у меня имеет место быть. Но меня интересует один единственный человек. Это госпожа Коробочка Анастасия Петровна. И чтобы было удобнее, наверное, будет мне практичнее сразу задать отбор. По госпожи Коробочке. По Анастасии Петровне. Если я сейчас сформирую отчет, то она мне покажет достаточно любопытную картину. За июль зарплаты у Коробочки не было. Видите? Ну, вот в моем случае конкретно. Здесь почему? Я просто покажу. Ну, поскольку база тестовая, тут меня спрашивали, я показывала. И, соответственно, вообще-то Коробочка на больничном еще находится. То есть у нее зарплаты и не было. Она плавно с больничного перетекла у меня, соответственно, в отпуск по уходу за ребенком. Все так с ней хорошо и душевно. То есть если мы с вами оформляем отпуск по уходу за ребенком, то, по сути, все, что от нас с вами требуется, это внимательность. Больше ничего в этой жизни. То есть каждый раз, каждый раз, когда мы с вами оформляем документ, все, что от нас требуется, подчеркиваю, методично открыли, создали документ отпуск по уходу за ребенком. И потом очень аккуратно, очень аккуратно все даты указали корректно. То есть указали, кто сотрудник. Вот сейчас вот, например, у меня еще снежно пойдет в отпуск по уходу за ребенком. Пойдет она с 20.07. Опять же, дата окончания, это дата достижения ребенком трех лет, то есть, к примеру, 10.10.17 года. И указываем с вами, пособие до полутора лет будет выплачиваться по дату достижения ребенком полутора лет и до трех. Это, соответственно, по дату достижения ребенком трех лет. Все остальное программа делает автоматически. Само пособие, как я уже показывала, и, собственно, вот сейчас это как раз и делала, это в документе начисления зарплаты программа. Программа великолепнейшим образом на закладке пособия показывает его начисление. Но у нас с вами у всех бывает одна проблема. Дело в том, что некоторые сотрудники имеют обыкновение выходить раньше из отпуска по уходу за ребенком, и тогда возникает вопрос, как же это сделать. И варианта здесь может быть два. Все будет зависеть от одного единственного обстоятельства. Вот сотрудник выходит из отпуска по уходу за ребенком окончательно и без поворота на полный рабочий день или выходит на условиях сокращенного рабочего времени. Ну, вот, к примеру... А, в данном случае, не полный рабочий день. Это рассчитывается непропорционально, сокращенно с полной отработанным. Нет. Сокращенное – это пропорционально отработанному времени. Сокращенное – это всегда, когда по закону он работает столько, сколько все. Ага, столько, сколько все. Если у нас с вами сотрудник выходит из отпуска по уходу за ребенком на условиях сокращенного рабочего времени, оно может быть любым, вот, просто это чисто терминология, то это строго оплата за отработанное время в соответствии с законодательством. Просто в терминологии, да, в терминологии, согласна, если вас больше устраивает неполное рабочее время, то ради бога это ваше право. Ну, точно так же говорят сокращенное. И это имеет право на существование. Я согласна, с точки зрения терминологии придраться можно. Вот. Ну, и, собственно, вот у меня как раз именно по этой причине два отпуска по уходу за ребенком, поскольку будет возможность как раз сразу обговорить и тот, и другой вариант. Что от нас с вами требуется сделать в этой жизни? Ну, в первую очередь, в первую очередь, скажем, у меня госпожа Сидорова есть, которая в отпуске по уходу за ребенком, как видите, вот тоже по 2018 год. И госпожа Сидорова решила выйти на условиях пресловутого неполного рабочего времени. Хотя себе творчество здесь вот все-таки я поспорила, потому что теория это не наша с вами епархия в данный момент. На самом деле, на условиях сокращенного рабочего времени тоже такая формулировка имеет право на существование. Значит, что у меня тогда будет происходить? Первое, что мне необходимо сделать, это надо для нее сделать график работы. То есть, в частности, Сидорова у меня работает по шестидневке. И вот у меня есть, просто я не буду тратить время и свою влашу на создание графика работы. Вот у меня есть, как видите, шестидневка в 18 часов. То есть, по сути, Сидорова выйдет на полставки. Соответственно, какие мои действия? Первое, что мне нужно сделать, это мне нужно оформить документ, который называется изменение условия оплаты отпуска по уходу за ребенком. Способы два. Либо я открываю журнал отпуска по уходу за ребенком, нажимаю кнопку создать и говорю, что у меня изменение условий отпуска. Ну, тогда, получается, я опять все должна заполнять заново. То есть, я должна поднять информацию, вспомнить, по какое число я ей выплачиваю пособие до полутора лет, по какое число я ей выплачиваю пособие до трех лет. Ну, это как минимум, в общем-то, некомфортно. Исходя из этих соображений, второй вариант, который гораздо удобнее. Это открывается отпуск по уходу за ребенком и нажимается кнопка создать на основании. Она находится в верхней части документа. И там, как видите, есть изменения условий оплаты отпуска по уходу за ребенком. Вот на основании стандартный механизм программы, в котором предусмотрена возможность, что копировать сведения из более раннего документа в следующий. Дата выхода Сидорова из отпуска по уходу за ребенком, к примеру, будет так, это у нас с вами, хотя бы пусть она еще месяцочка, ага, ну, скажем, в августе она выходит. Дата будет, к примеру, 11 августа, а плата меняется с 11 августа. Итак, если у нас сотрудник выходит на условиях сокращенного рабочего времени, то тогда вот эта часть пособия, она остается неизменной. Почему? Потому что у нас с вами в этом случае сотрудник будет работать, то есть получать оплату за отработанное время и плюс еще, плюс еще, будет получать пособие, собственно, что и требуется нам в первую очередь. Тогда на закладке начисления, что нельзя терять? Для того, чтобы программа, вы же видели, когда оформляется отпуск по уходу за ребенком, программа, по сути, прекращает все начисления. Значит, для того, чтобы она начала это делать, на закладке начисления ставится «Изменить применение плановых начислений» и «Применять плановые начисления». Кроме того, поскольку в моем случае она выйдет на полставки, соответственно, мне-то будет удобно сразу вспомнить о том, что у меня совместители по часовике, то есть в частности я ей скажу, что у меня оплата по окладу по часам будет в данном конкретном случае. То есть не оплата по окладу, а оплата по окладу по часам. Есть такое дело? Прекрасно. Ну и, собственно, если вдруг меняется вариант расчета аванса, то есть закладка «Аванс», где я это могу указать. То есть сказать, что надо изменить аванс, и что будет он платиться, там, допустим, поменялась сумма аванса, или все-таки это будет процентом от тарифа. Что очень удобно, она обязательно будет подсказать, сколько раньше человек получал аванс. Расчетом за первую половину месяца. Вот в этом случае что у меня будет? Ну, пусть так и будет расчетом. То есть если я теперь проведу и закрою документ, и проверить удобнее все таким образом. То начислить зарплату за август месяц в моем случае. Начислить зарплату за август месяц в моем случае. И посмотреть, что же в данном конкретном случае у меня получится. В частности, вот смотрите. У меня в документе по начислению зарплаты появилась Сидорова, и программа ей начислила зарплату с 11 августа. Видите? Вот оно, есть. То есть вот то, что я в частности сказала, сейчас покажу. В документе изменения условий я сказала, что с 11 числа. И программа с 11 числа ей в частности начислила зарплату. Ну, за тот кусочек, который был. Плюс на закладке пособия, посмотрите. Точно так же программа ей начислила пособия по уходу за ребенком до полутора лет, и пособия по уходу за ребенком до трех лет, те самые 50 рублей. Единственное, на что хочу обратить внимание, что пособия по уходу за ребенком до полутора лет у меня разбиты на две строки. С чем это связано? Можно посмотреть поподробнее. Одна строка затрагивает ту часть, когда Сидорова еще сидела дома и не выходила на работу. Отдельная строка. И отдельной строкой пошла оставшаяся сумма, поскольку изменились условия оплаты труда Сидорова. Очень здорово, очень удобно, то, что программа это прям вот четко показывает отдельными строчками. То есть развивает на две части начисления. В предыдущих случаях, в документах, там у нас с вами, думаю, даже для кубика не надо, потому что есть вот Анастасия Петровна, как видите, у нее идет общая сумма до полутора лет. Общая сумма до полутора лет. А здесь у меня здесь разбито на две части. То есть Сидорова в данный момент у меня будет что делать? И работать, деньги получать, и получать пасу. Ну, может быть, еще один вариант, это когда все-таки сотрудник выходит из отпуска по уходу за ребенком на условия полного рабочего дня. И как быть в этом случае? Да, постановка вопроса фактически аналогичная. То есть вот коробочка посидела с внуком или с внучкой и поняла, что на работе легче. А как? Ну, внук или внучка шутрые по пальцам. Точно так же практичнее всего использовать механизм создать на основании. То есть вот на основании, хотя можно просто отдельно в журнале отпусков по уходу за ребенком, создать документ, который называется возврат из отпуска по уходу. Ну, удобнее, удобнее создавать на основании. Вот в этом документе, что мы тогда указываем? Ну, во-первых, указывается дата. Дата в моем случае будет, ну, к примеру, пам-пам-пам-пам, ну, скажем. Первый день отпуска или первый день работы? Сейчас увидите. 12 августа. Дата возврата пусть тоже будет 12 августа. Программа говорит, что надо изменить начисление. Ну, вот оплату по оплату стоит. Аванс фиксированной суммы у нее был, так и останется. Льгота есть. Точнее, у нее льгот нет как раз. И посмотрите, есть кнопка печать, что делает программа. Во-первых, она делает приказ о выходе. Сейчас будет очень хорошо, как раз видно. Приказ о выходе. На основании досрочно прекратить отпуск. Последним днем считать, что 11 августа. 11. Делает печатную форму вообще замечательно совершенно. Основание заявления. То есть уже остается только, да, делать вот эту часть. Вот. И, кстати, здесь же... Насколько она выходит на полный рабочий день, или на полный, делает все равно река, да? Вот. Давайте сейчас секундочку покажу тогда, потому что здесь... Сейчас, секунду, а то я его закрыла. Вот у нас с вами документ изменения условий. И посмотрите, он никакой, в частности, печатной формы не делает. Он делает приказ о работе на условии полного рабочего времени, но не о прекращении, выходе и так далее. То есть приказ о работе на условиях неполного рабочего времени выглядит вот таким вот образом. Ну, опять же, это форма 1С, внутренняя форма 1С. И если не устраивает, тогда, конечно же, можно программистов привлечь к этому, чтобы они вам сделали, скажем, есть у вас какая-то своя разработанная форма. То есть приказ все-таки делается, да? Да, но это разные, не немножко, это два разных приказа. В частности, да, вот сейчас у меня как раз оба документа открыты. У нас есть приказ. Вот смотрите, в чем разница. Здесь просто о выходе, о работе на условиях неполного рабочего времени, не более того. А если мы делаем документ возврата из отпуска, то здесь две печатных формы предусмотрены. Во-первых, о выходе на работу до окончания. Это раз, это вот то, что я перед этим вот открывала. И есть еще вторая печатная форма о прекращении отпуска в связи с уходом. Вы видели? Да, да, да. То есть в моем случае это не подходит, но реально даже такое предусмотрели. Вы знаете, а просто в квартире знаете, как делают, через кадровое перемещение выход. Правильно. Кадровое перемещение просто с изменением оплаты. То есть переводят условно, была на ставке 1, передели на ставку 0,6. Правильно, он делается в этом случае обязательно. Вот, это делается, если вот как раз выходит на условиях неполного рабочего дня. А как же? А как же? Так, к нашему разговору. Значит, когда оформляется документ о возврате, то здесь что у нас получается? В частности, в частности, формируется приказ, документ, естественно, проводится. И смотрите, что у меня сейчас получится по моей сотруднице, которая вышла полностью. Это как раз пресловутая коробочка. Если я перезаполню документ за август, перезаполню документ за август, то получается постановочка вопроса какого рода. Так, сейчас, секунду. Вот с коробочкой у меня, конечно, не очень удачный. Единственный момент, то, что я ее еще, вот меня спрашивали, я ее успела отправить и в отпуск, и на больничный, и так далее, в этом плане не очень удобно. Вот по коробочке, смотрите, период по 11 августа. Есть такое дело? Да, есть, есть. Так. Она может, вот сразу, нужно вопрос, она может находять в... По поводу госпожи коробочки. Вот, смотрите. У меня, я просто вот больничный все-таки пометила на удалении, чтобы он мне сейчас не мешал показывать. Вот, коробочки программа начислила закладу с 12 августа. Видите? Вот. И пособие она заплатила наоборот. Кусочек только до 12 августа, то есть по 11 число включительно. Мы же с вами как раз на печатной форме приказа четко видели, что программа прописала в последнем днем отпуска считать 11 число, конечно. То есть вот за это часть программа, в частности, что сделала, начислила пособие по уходу за ребенком. Ну и если для чистоты эксперимента, я просто вот, чтобы показать все-таки... А вот когда будет находиться в отпуске, ой, вернее, в больничном? Сейчас, можно я доделаю. Если я покажу, что у нас с вами получается в сентябре, то картина у нас должна быть следующая. Коробочка работает полностью. Полный рабочий день. А Сидорова с частичной занятостью у меня. Вот коробочка, вот у нее оклад 71 500, четко видна. Начисление идет с 1 сентября. Сидорова Анна Григорьевна на свои 13 750 с 1 сентября. И на закладочке пособие мы с вами видим четко, что пособие программа начислила только Сидоровой. То есть она у меня сейчас получает и пособие, и оплату, и плюс, значит, коробочка вышла совсем. Но единственное, на что хочу обратить внимание, ну, поскольку все-таки у меня уже база заполненная, да, показать необходимо, но вот по поводу тех, кто выходит у нас с вами на условиях неполного рабочего времени, да, чтобы все-таки формулировка была. Здесь вот еще надо учитывать момент какого рода. Если я сейчас покажу в частности кадровые документы по Сидоровой, кадровые документы по Сидоровой. Вот, кстати, программа очень красиво показывает состояние работы в отпуске по уходу за ребенком. Справочники сотрудники, есть столбик состояния совершенно очаровательный. Здесь вот просто здорово видно. Вот, но и все-таки, если я покажу кадровые документы по Сидоровой, по Сидоровой, вот обратите внимание, что для того, чтобы она мне показывала и правильно считала оплату труда, у меня, у меня ей указан перевод на другой график работы. То есть в данном конкретном случае, вот когда она у меня там выходила, госпожа Сидорова, на условиях частичной занятости, недостаточно, недостаточно зачастую просто взять и оформить, в частности, документ изменения условий, в частности оплаты. Недостаточно, если у сотрудника при этом меняется график. У меня, ну, у него просто было, она там заранее его изменила, там, ну, то есть просто поскольку база учебная, соответственно, обговаривали с условиями перевода, вот и все. Но очень важно, помимо документа изменения условий, изменения условий, еще если меняется график работы, оформить документ кадровый перевод, кадровый перевод, ну, к примеру, в частности, в частности, я могу сделать кадровый перевод, ну, вот, чтобы показать, она у меня там 11-го, кажется, вышла, да, с 11-го августа, да, перевода 11-го августа, и мне нужно сказать, что я ее перевожу на другой график, ну, к примеру, на 18-часовую рабочую неделю. Программа мне пересчитает фото, она это сделает автоматически. Ну, и только в этом случае, только в этом случае уже все-таки расчет будет полностью корректным. По умолчанию, если я ограничусь только документом изменения условий оплаты отпуска, по умолчанию программа будет предполагать, что у меня сотрудник выходит на тот же график работы. Хорошо, что она у меня вот до этого работала на условиях неполного рабочего времени, а если полный, тогда надо еще не забыть... Ах! Тогда программа некорректно посчитает оплату. То есть она тогда будет платить штаб. Оклад целиком? Да. А у нас с вами, что важно, что оплата идет пропорционально отработанному времени. Исходя из этих соображений, надо не забыть сделать кадровый перевод, если у нас такая необходимость есть. То есть только тогда уже будет действительно все красиво в этой жизни. И это достаточно такой важный момент, поскольку распространенная бывает ситуация, когда бухгалтер вводит изменение условий оплаты, но не делает кадровый перевод. А если я не сделаю кадровый перевод... Сейчас я вот этот просто тогда удалю. И попробую показать, собственно, как себя будет вести программа. Вот у меня оклад стоит. И если я не сделаю кадровый перевод, то тогда она мне в начислении зарплаты... Она мне в начислении зарплаты... Будет считать... Ну вот сейчас, смотрите, она у меня показывает... Она считает, в частности, госпожи Сидоровой 13,750. При, соответственно, 27,500 оклад на целую ставку. Если я не сделаю кадровый перевод, то программа великолепным образом мне будет считать ей 27,500. То есть пометуемо о том... Ну вот не знаю, сейчас она мне подхватит. Нет, все-таки она уже запомнила, на каких условиях у меня Сидорова вышла. То есть просто вот этот момент тоже, опять же, требуется учитывать. Если на условиях неполного рабочего дня, то тогда обязательно сделать кадровый перевод, из каких соображений у сотрудника меняется график. График. А это должно быть у нас с вами отражено совершенно четко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!